Всем привет! Неужели Розана Пак из Blackpink готовит сольную песню? С недавнего времени у участниц группы Blackpink появились личные инстаграм-аккаунты. Пару дней назад Розе выложила в инстаграм фото с подписью «Готовлю кое-что для концерта» и хэштеги «Кто взволнован? Blackpink. Тур в Японии». На фото видно Розе с гитарой и электрогитарой. Также видно блокнот. Неужели Розе написала собственную песню? Осталось немного подождать, так как тур начнется уже совсем скоро. В интернете написано, что 24-25 июля Blackpink выступят в городе Осако, 16-17 августа — Фукуока, 24-25-26 августа — город Тиба. Посмотрим все возможные варианты. Возможно, Розе написала собственную песню. Ох, представьте, если Розе в будущем станет автором песен или композитором. Например, как участники группы Big Bang или Rap Monster или Shuga из BTS, которые являются композиторами. Я верю в Розе. В будущем она будет хорошим автором и композитором. Второй вариант — возможно, Розе сыграет акустический кавер. Также, возможно, каждая участница приготовит свой личный номер. В одном из интервью Джису говорила, что ей очень нравятся рэп-партии, и она бы хотела исполнить рэп когда-нибудь. На анкоре шоу Music Core Джису читала рэп-партию Дженни. Так что, возможно, что на туре Джису прочитает нам рэп. Например, смешанная кей-поп-группа Card на своих турах выступали с каверами. Надеемся и ждем побольше каверов от Blackpink. Как мы знаем, каверы у Blackpink очень крутые. Это ведь YG. Думаю, концертная программа будет на высоте. Недавно Blackpink выступили на шоу Music Core и получили первое место. На шоу делают предзапись, и делают ее два раза. Фанат, который был на предзаписи, сказал, что предзапись прошла не совсем гладко. Фанаты говорят, что у Джису болело горло, и улыбаться ей было тяжело. Насколько я помню, у Джису какие-то проблемы, и она была у донтиста. И пока ей тяжело улыбаться. На шоу не работали ушные мониторы, а ведь без них они не будут слышать свой голос. Также можно увидеть, что у Дженни во время выступления упала перчатка. Она пыталась снять и вторую, но не успела. Чтобы перчатка не мешала другим, она толкнула ее назад. На кадрах видно, как Дженни ищет перчатку. Также видно профессионализм Дженни. Она позаботилась о других и спокойно убрала перчатку. В этом и хороша компания YG. Они усердно готовят айдолов на протяжении нескольких лет и выпускают профессионалов. Еще фанаты сказали, что у Джису подскользнулось. После съемок Дженни подошла к стаффу поговорить. Видимо, она хотела попросить снять выступление еще раз. Но ей сказали, что запись уже окончена. Фанаты были недовольны, но Дженни вышла и успокоила их. Несмотря на такой случай, думаю, Blackpink выступили очень хорошо. Blackpink показали хорошее выступление, не растеряли на сцене, обговорили все со стаффом и успокоили фанатов. Все эти действия группы показывают, что они большие профессионалы. Пожалуй, на этом я закончу. Спасибо всем за просмотр. Если хотите посмотреть интересную теорию о новом альбоме Blackpink Square Up, я оставлю ссылку в описании.